Привет, ребзя! В 95-й раз уже будем разыскивать ваши компоненты и смотреть, прислали ли вы снова эти грустные 1440 пикселей. Пишите лайк, ставьте коммент, пельмешку в рот и погнали! Кнопка горит. Уселись? Тогда смотрим, кто сегодня смелый и кто сегодня первый. Это Виталий, хочет поделиться дизайном сайта для интернет-провайдера. И даже не обидится на нас, потому что будем критиковать. Почему-то у Виталия такие длиннющие строки, 1100 пикселей. У-у-у-у, не, Виталий, нельзя делать настолько длинные строки мелкого текста. Читать это супер неудобно, потому что очень далеко, начало следующей строки, когда ты вот тут вот находишься, непонятно, куда переводить взгляд и откуда начинать читать. Вот какая строка будет следующей? Непонятно, потому что начинаешь читать, что-то не сходится, вроде читал вот сюда, хоп, и смысла нету. Перечитываешь сюда и уже забываешь, что ты читал вот здесь. Тебе приходится возвращаться тут, вспоминать, а что ты только что читал. Представляешь, сколько спотыканий, вместо того, чтобы просто читать вот так вот удобную, хорошую, по ширине, где-то вот 800-850 пикселей, ширину контентной области. Посмотри любые новостные сайты, они рассчитаны на миллионную аудиторию, и там только текстовый контент, который рассчитан на то, что его будут читать. Посмотри, какая там колонка. 800-850 пикселей никто не делает вот настолько длинные строки, потому что их просто не будут читать. А это, судя по всему, какая-то статья, она бы хотела, чтобы ее прочитали, а читать не будут. Что-то тут как-то просто накопипастил. Ну, надо уже вставлять разный контент. Где-то показать две строки, где-то три строки показать, где-то одну строку. Показать, что происходит, когда наводим. Вот это вот требус. Ну, как вот понять? 0304, это 0304 или это 0403? Как понять? А новость, она же только сегодня новость, потому что завтра это уже тоже мне новость. Лучше ребусами не писать, а прям написать. Такого-то января, такого-то декабря. Тут тоже ховеров никаких нет. И как-то оно очень-очень скучненько выглядит. Но тут хотя бы, надо признать, хотя бы по колонкам сделал уже чуть интереснее, чем вот это. Вот нельзя так делать. Надо поставить какую-то ширину контентной области. Может сюда какую-то сноску показать, какие-то контакты оставить. Или баннер, в конце концов. Или картинку какую-то дополнительно вывести. Или сделать перелинковку с другими новостями. Но не делать. Настолько длинные строки их читать не будут. Вот тут вот хорошо получилось. На околооднородном фоне прекрасно читается текст. И при этом есть какой-то сюжет, который не конфликтует с текстовками. Все супер. А вот тут вот уже, да, очень что-то там рябит на фоне. Ты уже пытался тут затемнить, чтобы спасти читабельность текста. При этом угрохал заводскую фотографию. И, собственно, а где кнопки? Ну, а где кнопка? Первый экран делается ради кнопки. Чтобы человек нажал. Появилась форма или обратного звонка. Или он что-то там качал. Или перешел куда-то там в корзину. Какой-то должен быть призыв к действию. Иначе ради чего мы делаем целый экран? Ну, ради чего? Кнопки нету. Ховеров нету. Так, тут что-то неровненько как-то. Он уже бы сделал так, чтобы тексты начинались на одном уровне. Тогда будет это дело сильно аккуратнее. А как-то многовато стилистик. Такая стилистика. Здесь вот реализм, да, фотография. Тут вот какая-то там иллюстрация. А тут вообще 2D-шная иллюстрация, которая вот с этой просто из разных наборов. Тут намешал фотографии и иллюстрации. А еще сделал огромный акцент на абсолютно неизвестных всем людях. Никто не знает, кто такая Юлия. Вообще ж, мы не... Это неизвестные люди. Если бы к твоему интернет-провайдеру подключилась какая-нибудь знаменитость, вот тогда про это надо было орать. Типа, смотри, кто на нас подключился. Давай не отстывай, тоже бери пример. А это неизвестные люди. У него даже аватарки нету, глаза пропали. Надо делать акцент на контенте, на отзыве. Всех интересует отзыв. А не то, кто это такой. Ой, вообще ж, никому не интересны неизвестные люди. Читать такое, конечно, очень-очень неудобненько. Фон просто ради фона. Лучше сделать какой-нибудь однородный фон. Вот смотри, прекрасный же фон. Ну, видишь, какой прекрасный хороший фон. И контент видно, и блоки отделил белый и серый. А это просто картинка ради картинки. Что-то кнопки разные. Здесь вот такой отступ, здесь вот такой отступ. И отступы разные. А еще курсор, который означает, что кнопка не кликается. Не кликается. Ну, зачем нужны дизайнеры, которые делают не кликабельные кнопки, а? Зачем нужна кнопка, которую нажать нельзя? Ребята, пожалуйста, делайте кнопку кликабельную. Иначе какой в ней смысл? Будешь кнопки нажимать, будет лучше получаться. Надо просто насматриваться на интересно оформленные сайты. Потому что оно 3, 3, 3, 3, 3. Это скучненько. Возьми, сделай где-то новость одну побольше. Или сделай какую-нибудь асимметрию. Вот смотри, казалось бы, тоже 3, 3, как у тебя. Но видишь, насколько стало интереснее, когда мы просто взяли и убрали одну фотографию. И вместо фотки добавили рамку. Сразу стало как-то интереснее. Не так скучно. Поэтому не стесняйся добавлять какую-нибудь асимметрию. И самое главное в новости, текст. Чтобы нас заинтересовал текст. А у тебя здесь распродажа кнопок. Пытаешься посмотреть на текст, а он не лезет в глаза. Не лезет. Сначала фотография забирает все внимание, потом эти кнопки. А текст вообще потерялся. Накопипастил здесь тоже заголовки все в один уровень. Длинные заголовки не показал. Ховер не показал. Вот как понять, это ховер или это потому что какая-то важная новость. Потому что она стоит первой по порядку. Или это вообще какая-нибудь там акция или еще что-то. Как дать понять верстальчику, почему здесь другой цвет. Надо показывать курсор. И не курсор стрелку, а курсор палец. Потому что вся эта карточка нажимаемая. И заголовок, и фотка, и кнопка. И вообще, почему у тебя здесь эти кнопки. Ты мешаешь понять человеку, какой текст ему прочитать. Потому что тексты просто потерялись. Сначала в глаза лезут огромные фотографии. А потом вот эти вот кнопки. И текст уже все. Ты текст не видишь. Потому что фотки это якорь. И кнопки очень активные, очень заметные. А если ты текст не можешь прочитать, то как ты потом откроешь эту статью. И в итоге никто это читать не будет. Потому что здесь просто мешают тексту. И кнопки. И изображение. Как минимум надо кнопки убрать. Да и зачем вообще кнопка читать. И все и так понимают, что это карточка. А карточки кликаются. Тем более, это карточка новости, которая ведет на страницу новости. Тут и фотка откликается, и заголовок кликается. А по-хорошему вообще надо сделать полностью кликабельную карточку. Тогда это будут читать. Не делай такие длинные строки. Не надо, не делай. И что это у тебя там? Пустые строки. Видишь, у тебя здесь нолик. И казалось бы, как будто бы есть абзац. Но нет, у тебя нолик. У тебя не предусмотрен абзац. Если ты просто нафигачивал пустых строк. Пустая строка это ужасный ужас. В плане подготовки макета это ужасный ужас. Не делай пустые строки. Не надо. Это прям вообще супер неправильно. Надо настраивать абзац. Значит ты его не настраивал. Верстальщик возьмет код этого текста. А там не будет в этом коде настройки абзаца. И все. И потом на сайте абзаца не будет, если верстальщик не сообразит, что было бы классно абзацы отделять. Нажимай кнопки. Будешь нажимать. Будет получаться. Так, кто у нас дальше? Привет, Леш. Леш, хотелось бы узнать твое мнение насчет дизайна лендинга для дизайн студии. Опасная тема. Им что ни сделай, им все не нравится. Потому что надо вау. Надо выделяться среди других студий. Ты, пожалуйста, посиди еще поделай. Но вариантов 15 нам еще сделай. Дизайн студии на фрилансе опасно брать. И этим вообще должен заниматься дизайнер, который работает в этой студии. Или что это за студия, если у них нет своего дизайнера. Это большие вопросы, что это за студия. Во-вторых, они все хотят вау-вау-вау, чтобы никак у конкурентов им все будет не нравиться. Поэтому лучше не браться. Вот эти вот гадалки и цыгане, вот эти вот сайты студии, какие-нибудь казино, вот эти вот темы лучше не браться. Ну, либо если ты работаешь в студии, тогда ты можешь за оклад, который тебе в любом случае заплатят или раз или два раза в месяц, ты можешь сделать и один вариант. И второй, и 15, и 16, и перебирать варианты, чтобы наконец-то куда-то там попасть. На фрилансе прям опасная тема. Я никогда не берусь, потому что, ну, очень много там этой субъективщины, которые надо сделать. А почему такое все узкое? Опять этот огрызок. Не, ребята, ну мы не будем смотреть ваши работы, если вы будете присылать эти огрызки. Ну, сколько можно позориться вот этого? 1440 присылает. Ну, ребзя. А у тебя еще все такое огромное, конско. Из-за того, что у тебя 1440, вот этот огрызок, а еще внутри все огромное. Посмотри, насколько огромные тексты. 48. Это даже не заголовок блока. Это даже не H2. Ведь у тебя есть H1, который в самом верху, он самый большой. Вот твой H1. Потом идет H2. А у тебя вот этот H3 48. 48 это для H1 нормальный размер. Очень все крупные. А 36. Это очень крупно. Пипец, какое все огромное. За счет того, что у тебя огрызок, а внутри все конско, у тебя в целом все это смотрится очень узким. Как будто это какой-то планшет или уже практически смартфон, а не десктоп. Так, и что ты написал? Отправил меня все вот это читать. Это ты настолько меня не любишь. Я считаю, что я вот настолько тунеядец. Да, и мне нечем заняться по данной работе. Как это все обыграть? То есть, чтобы я тебе сказал, как это все обыграть, ты просишь меня вот это вот все прочитать. Да, вот настолько ты меня не любишь. Сиди, Леша, давай читай. Давай разбирайся, как что. Открывай какие-то ссылки, читай какие-то тз. Вот настолько ты меня не любишь. И при этом присылаешь 1440 макет. Лучше бы ты кнопки копировал. Смотри, у тебя тут телеграм-канал такой. Тут у тебя телеграм-канал где-то видел. Только что мелькал. О, вот какой телеграм. Даже уже не канал, а просто телеграм. И рядом еще один телеграм-канал, который абсолютно не такой, как этот. Еще и написано по-разному. Понятно, так компонентов-то нету. Вот откуда у тебя и повылазило. И везде даже написано по-разному. Ну и что у тебя с ксероксом? Кто будет копировать? Что такое огромное все? Копирайт – самая бесполезная текстовка. Ну вот просто она должна быть. Не более того. 13, 12, даже 10 можно поставить. 18. Почему такое все огромное? Очень все огромное. Еще и делик себе, читай вот это вот все. Открывай какие-то ссылки, разбирайся там. Настолько ты меня не любишь, да? Учись кнопки повторять. Ну, блин, где твои компоненты? А это что? Кнопки ты не компонентишь, а фотки компонентишь. Ты фотки компонентишь, ты же в каждую фотку вставляешь другую фотку. То есть ты сделал компонент и сразу абсолютно весь контент этого компонента пере-оверрайдил. Ты заменил там всю начинку. Тогда спрашивается, зачем тебе компонент? В кнопках ты компоненты не используешь, а в фотках меняешь. Что-то ты неправильно делаешь. Не делайте 1440, ну сколько можно? Дальше на проводе Нина, которую, наверное, часто соколом обзывают. Очень хотелось бы разбор сайта реального проекта для заказчика на Тильде. О, это интересно. Реальные проекты всегда интересно разглядывать, ведь тут есть какие-то анимашки, в отличие от статичных макетов в Фигме. Да, у анимашки это классненько. Но почему такой огромный хедер на такой маленькой главной? Это, судя по всему, по высоте главной, судя по всему, это многостраничный сайт. И у тебя везде фиксируется весь хедер целиком. Вот прям вот столько пикселей просто занимает на экране место. Не, фиксировать надо один уровень. У тебя изначально хедер может быть и в 1, и в 2, и в 3, и даже в 4 уровня, как вот эти смешные чердаки, вот эти настроенные балконы в Самаре. Запросто такое может быть. Но фиксируем только один какой-то основной уровень. При этом уровень этот может быть не такой, как в хедере. То есть можно сделать просто какой-то вариант хедера, на котором оставить самое основное. Основную навигацию, например, корзину и телефон. Или если телефон это постольку поскольку, просто убрать его, оставить навигацию и корзину. Или поиск и корзину. Только то, что нужно человеку именно на этом сайте. Если это интернет-магазин, то очевидно, корзина, наверное, каталог какой-нибудь, ссылка и поиск. А если это просто какой-то сайт компании, но многостраничный, тогда наоборот, контакты оставляем, а корзины там в принципе не будет. Надо оставить только основное. У тебя, конечно, может быть аргумент. Так у меня логотип огромный. Да, есть такое. Ну, либо мы его уменьшаем до тех пор, пока он будет еще читаться. Либо оставляем значок просто вот в этом хедере. Делаем просто значок. Он же будет узнаваться? Будет. Если заказчик разрешит, или если есть у него какая-то горизонтальная версия логотипа, возможно, у него вот таким шрифтом есть версия горизонтального логотипа. Тогда просто в хедере и в футере, да, оставляем вот такой крупный знак, а в усеченной версии, в упрощенном липком хедере просто по горизонтали пишем. И все. Или даже, если вот, ну, нельзя менять логотип, а в мелком варианте он нечитабельный, тогда просто оставить вот тут вот ссылочку «Главное». Просто все знают, что «Главное» не нужна, потому что на логотип нажал и попал на «Главное». Это тот случай, когда «Главное» можно заменить. Мы же «Главное» можем напечатать таким же шрифтом, как и обычные ссылки. Вот и взяли и напечатали вместо логотипа просто главная страница, и будет хороша. Анимашечки есть? А нет, а что это все статичное такое? У тебя там на «Главное» были какие-то микро-анимашки, а здесь нету. Чего, пожалела? Смотри, тут есть анимашечки. Они такие медленные, улитка-стайл. Надо сделать порезвее, чтобы было чуть-чуть поинтереснее. Где этот мой сайт, которыми уже лет 5 или 6 не занимаюсь, который надо бы обновить как-то? Вот запишу курс по фигме до конца. Может, после нового года сделаю себе новую версию сайта, а то, что это уже 5 или 6 лет, его не поддерживаю. Так, а где это? Вот, бложик. Во, смотри, какие резвые анимашки. Блин, слушайте, поставил вам 60 Гц для записи, да, чтобы вас не подтормаживала фигма. Потому что так-то у меня 240 Гц, но когда я записываю, если я оставляю 240, то у вас вместо кругов будет вот все вот такое прерывистое. А если я ставлю 60, то тогда круги круглые, но вот такие анимашки начинают подтормаживать. В общем, анимашки должны быть резвенькие. Тут они, конечно, дерганые, потому что 60 Гц стоит. Вот. Но у тебя, конечно, улитка стайл очень медленно. О-о-очень, о-очень, о-очень медленно. А здесь, в принципе, их нет. И почему, смотри, у тебя закругления. Здесь квадратные углы. Ну, в смысле острые. А тут закругленные. А разные дизайнеры делали. Как так? Отступы здесь такие, а здесь на этой странице такие. Как будто бы вот эту страницу и главную делали разные дизайнеры по одному ТЗ. но они не посмотрели что каждый из них предлагает а где заголовок вот он из столько места под заголовок тебя и так страница с контентом мы же видим какой здесь контент это просто фотка ради фотки причем такого плохого качества сюда пришли за товаром в каталог а в итоге даже первый уровень товаров не видно было бы хорошо чтобы вот столько сразу было видно как минимум а лучше и следующий уровень тоже чтоб выглядывал сюда пришли за товарами а ты их спрятала а типа папчик такой да но кишки так а на главной странице что-то еще хотел тебе сказать тут из министерства порванных строк тебе телеграмму прислали нельзя так делать ты чего строку разорвала либо ты печатаешь дальше либо ты делаешь абзац нельзя рвать строки министерство тобой недовольно иконки разной толщины но это шсвгшка свгшку могла бы уже подготовить ну и что-то вот тут вот вы разломалась смотри вот этот каталог как будто бы это заголовок от верхнего блока видишь он туда ближе а сюда дальше и тут расстояние здесь такое тут такое в каталоге еще другое расстояние что-то ксерокс у тебя барахлит надо бы делать так чтобы все это смотрелось как-то гармоничненько и был эффект повтора когда ты что-то сделала и повторила тогда это все вместе смотрится хорошо аккуратно и профессионально а когда у тебя тяп-ляп тут так там сяк тут туда и там сюда и но нет вот кстати контентной области сделала поменьше не на 12 колонок а на 10 за это тебе плюсик в карму этот и молодец понимая что длиннющие строки мелким текстом делать нельзя этот и молодец но ты не понимаешь что нельзя рвать строки либо ты делаешь абзац видишь вот тут есть абзац хотя бы больше похоже на пустую строку тут у тебя есть отступ а тут-то отступа нету либо ты пишешь дальше либо ты не рвешь строки но тут есть предположение что должен быть абзац потому что предложение закончилось а вот тут вот это просто министерство тобой недовольно потому что ну как то так ну у тебя же это не предложение у тебя продолжение вон она и станут ну не 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 так делать нельзя 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 и надо учиться повторять элементы научишься вообще будешь классные макеты делать или вот например у тебя здесь двоеточие а здесь уже вместо двоеточие дефис даже не тире а дефис ну а тут вот эти по-английски ты ж не пишешь тут онлайн-шоп не пишешь есть нормальное народное слово электронная почта чё ты стесняешься лишь не пишу хоне не пишешь хуня тут двоеточие нет тут есть не тебе вот надо научиться обращать внимание на детальки тут такое тут такое у абзацев нет увидишь у тебя тут такое вот такой же надо дать понять где абзацы где строки где русский где английский где твой . где дефис и где тире это все надо смотреть видишь как ты неаккуратно делаешь тут двоеточие и цифра а потом тут вот как это понимать тут такой тут такое настраивай ксерокс обращай внимание на детальки не делайте пляп потому что вот по таким вот малюсеньким элементом ну есть вот такое ощущение небрежности хочется же обращаться к профессионалу за разработкой сайта они к владельцу пельменной который делает тяп-ляп обращай внимание на детальки и будет тебе дизайнерское счастье дальше виктория прислала телеграмму что у нас лучше курс по фигме вау классно спасибо приятно но ты еще новый курс не видела там вообще разрыв башки мне кажется платные курсы по фигме в принципе больше не нужны хотя стоям бы когда вы в ютубе смотрите этот 95 разбор наверное в ютубе уже опубликовал какую-то часть нового курса может роликов 78 вы уже посмотрели но сейчас на момент записи 95 фидбэка пока еще не один ролик в ютубе не опубликован все они лежат на бусте так ребятки обычно я в субъективщину не лезут нравится человеку такие вот волны плямбы блокцы ну и хорошо но тут из-за твоей субъективщины теряется контент непонятно где граница фотографии приходится прям всматриваться чтобы понять а что туда где начинается где заканчивается если хотя бы убрать вот такую рамку но уже как то вот этот контент проявляется где его границы уже как-то видно а так четко от не очень но тем не менее шрифт вот с этими рамками ты интересно подружила до шрифт к рамкам подходит но местами прям очень они какие-то агрессивные да они мешают а ты пытаешься сфокусировать внимание на контенте и вот эти вот рамки они отвлекают от контента ничего не должна отвлекать прям вообще ничего ничего тут что-то пустовато а может у тебя там в анимашках ну-ка у кнопки крутится классненько кнопки это хорошо а тут что-то уехала что-то сломалась так а ну да так и подумал что дырки быть у тебя не должно потому что вот контент приезжает вот уверена что по лайтум мидлу и харду будет понятно по фотографиям чем они отличаются если уверена тогда ним а базару и 0 рублей не привлекательно лучше вот так вот как маркетологи любят бесплатно сразу другое ощущение это как консультация 60 минут и 1 час 1 час это пшик а 60 минут 60 минут понимаешь какая разница одно и то же 60 минут и один час а мы успеем поговорить тут тоже самое 0 рублей бесплатно это записаться сломалась куда-то она уехала уехала у текста должен быть автор кто вот это сказала я сидела кто вот это сказал должен быть автор вот интересненько так пойдем в макета тут что-то кнопки не нажимаются компоненты есть а тут компонентов то нету а тут ты будешь наказана а тут тебя сейчас достанется ты там это пристегнись во первых от форма ничего не должно отвлекать ради формы в принципе делают эту страницу а тут ты пытаешься сфокусировать внимание на этих полях и вот эти вот агрессивные рамки но слишком сильно отвлекают от формы прям вообще отвлекать нельзя это во первых во вторых форме есть поля в которых надо что-то напечатать и другие поля где надо прочитать какой-то текст и может быть что-то выбрать вот например что будем делать это выпадающий список тут печатать не надо поэтому это не подсказка тут вот просто что будем делать или вот дата показываем что тут вот надо выбрать то есть мы не печатаем дату мы ее выбираем а как к тебе обращаться это поле в котором надо напечатать А значит, вот это должна быть подсказка, что здесь должно печатать. Оставь свои цифры тут, но это прям не каждый поймет, что за цифра. Кто-нибудь рост оставит, вес, размер, пятый, напишет, и что ты с этим будешь делать. Это было во-первых. А вот это во-вторых. Что это такое? Круг. А что бывает круглое? Радиокнопка. Чекбоксы, они квадратные. Чекбокс, бокс, коробка. А это радиокнопка. Она, во-первых, не бывает пустой. Не смотришь ты наши ролики, много раз про это общались. Тут ты даешь выбор, или я соглашаюсь с правилами, или я с ними не согласен. А радиокнопка подразумевает, что выбора нет. Если у тебя одна радиокнопка, она не может быть пустой. Она должна быть сразу нажата, то есть она должна быть закрашена. Внутри должна быть точка, потому что пустая радиокнопка не бывает. Если у тебя две радиокнопки, значит одна из них активна, а вторая будет пустая. Надо просто показать, какая из них. А если кнопка одна, она по умолчанию закрашена. Нельзя снять выделение с радиокнопки. Вот, а с чекбокса можно, в этом все и отличие. Тут я могу согласиться или не могу. Значит, либо мы делаем квадрат и соглашаемся, либо нет. Либо мы не делаем в принципе. Потому что ты просто ставишь перед фактом, что за меня уже кто-то решил, что я с этими правилами согласен. А я их даже еще в глаза не видел. Ну и в-третьих, желательно не рвать ссылки на две строки. Очень какие-то рамки агрессивные. Ну, такие-то волны. Нравятся тебе волны, нравятся тебе ромашки. Классно, но прям местами, но слишком они сильно отвлекают от контента. Да, а что это такое? ЛК, УК, что это такое? United Kingdom или что это? Это выбор языка или что это такое? Английский Telegram, Instagram. Что это такое? ЛК, личный кабинет, УК, United Kingdom. Что-то странноватое там. А так смотрится хорошо, аккуратно. Отступ в целом одинаковый, хороший. Вот это, конечно, субъективщина. Если тебе нравится такое оформление, нема базар. Но главное, чтобы от контента не отвлекало. Ну, а за форму ты, конечно, наказан. Ну, ладно, подсказки и фиг бы с ним. Подсказки еще мало того, что подсказывают, что надо напечатать. А во-вторых, они же бледные. И форма выглядит незаполненной. А когда у тебя форма черная, кажется, что там кабинка занята. Пойдешь ли ты в кабинку, которая занята? Там уже навалили буквы. Пойдешь туда? Вот, и я о том же. Вот это что-то очень какое-то странное, нечитаемое, неузнаваемое. Хойверов нету, копирайта нету. И цвет какой-то зеленый, но он такой какой-то нездорово зеленый. Приболевший. Ну, а рамки нравятся тебе? И ладно. Еще сегодня до нас дозвонился Глеб. Тоже с огромным чердаком. Очень-очень большой. Ну, нет. Ну, что-то огромный хедер. На телефонах надо делать один уровень. Там экранчик малюченький. Ну, куда там столько пикселей? Ну, нет, Ребзя. Ну, не-не-не-не. Можно логотип сделать поменьше и поставить иконку телефона. И все. И вот это вот прекрасно поместится. А из-за того, что здесь огромный логотип, просто гигантских размеров для телефона логотип, у тебя телефон не поместился. Ну, нет. На телефонах мы делаем один уровень. И надо ксерокс настраивать. Глеб, что с твоим ксероксом? Смотри, здесь такой отступ. Здесь вон в пять раз больше. А здесь вот какой отступ. Закругление здесь есть. А тут что-то нет. Тут только по краям. А тут внутри тоже есть. Как-то неаккуратненько выглядит. Когда здесь так, там всяк. Тут по-другому. Что-то такое. Ну, пожалуйста. 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 Хоть бы это не был компонент одиночного текста. Пожалуйста. Ну нет, Глеб. Ну нет. Ну мы не компонентим одиночные тексты. Компонентить можно какую-то конструкцию. Текст и рамку. Текст и иконку. Текст и текст. Текст и отступ. Хотя бы текст и какой-то там отступ. Но не просто текст. Нельзя компонентить текст. Если ты хочешь предусмотреть правки по изменению размера, цвета, какого-то стиля текста, надо делать через текстовые стили. Компоненты это про структуру, про композицию, про текст и какой-то элемент. Оборачиваем компонентами, если они повторяются. Вот у тебя, видишь, пять раз тут повторяется. Это мы делаем компонентами. Это ты молодец. Видишь, внутри-то ты иконку. Вот тут вообще хоро... А что это? Ты закомпонентил целый блок. Зачем? Вот у тебя должен был быть мастер и четыре его копии, внутри которых стоит компонент иконки. Все было бы прекрасно. Зачем ты вот это сделал компонентом? Ты что, с каким-то дизайнером в офисе поругался? И он будет работать после тебя здесь? А зачем ты это сделал? У тебя же нет больше нигде вот этого блока, который повторяется. Ладно бы у тебя блок повторялся. На внутренних хедер и футер мы делаем компонентами на главный, потому что на главный он повторяется. Если надо обновить какой-то номер телефона, добавить какую-то ссылку, еще что-то сделать, мы в одном месте сделаем. И во всех потом копиях все это изменится. Но у тебя нет этих страниц. Почему ты делаешь мастер? Ведь мастер нельзя разломать. Ну не-не-не, так делать не надо. Ты вставляешь себе палку в колеса и компонентить одиночные тексты. Говорят, пойдешь на собеседование, тебя сразу в конец очереди за такое отправят. Ну нет, Ребя, так нельзя делать. Тут компоненты тоже. Компонент фотографии. Ну зачем ты делаешь компонент фотки, если потом ты фотку меняешь? Ну в чем прикол? Если ты хочешь предусмотреть скругление, то теперь, когда привезли переменные, в принципе, больше это не аргумент. Ну я предусматриваю скругление в фотографиях, а вдруг заказчик скажет, а давай мы уберем скругление. Вот эти скругления надо делать через переменные. И тогда в переменных в одном месте изменил скругление, и везде, где применено было, оно обновится. А чего здесь такой стиль? А здесь такой и такой. Даже вот такой. Что-то очень какое-то большое сборище заголовков. И они все какие-то разные. Кнопка в компоненте. Кнопку не компонентишь, а фотку компонентишь. Ну как так? Тексты компонентишь. Ты кнопку не компонентишь, а тексты компонентишь. Ну нет. Что-то ты делаешь неправильно. Очень длинные строки мелкого текста. Видишь, вон какая получилась у тебя строка. Но чтобы не показывать, что у тебя тут очень длинная мелкая строка, ты ее просто скрыл. А надо же показать, как выглядит карточка, которая развернута. Что делать верстальчику? Как это все дело верстать? Не показано. Будут вопросики. Прям будет очень много вопросиков Тут вот ховер не показали, что-то у тебя тут с отступами не то Маленький, большой, здесь вообще малюсенький отступ Внешние отступы какие-то разные Вот даже очень сложно понять, а где тут в принципе блок заканчивается Вот как будто бы есть заголовок, как будто это вот новый блок А вот тут, где заголовок? Видишь, сколько у тебя контента без заголовка Вот это вот все один блок? Ну нет, 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 нет Надо делать вот это какой-то блок Потом фоном или отступом или заголовком отделить какой-то другой блок Потом есть текстовки У текстовок по-любому должен быть какой-то подзаголовок Если есть нормальный объем текста, у него должен быть подзаголовок Видишь, вот тут вот мы по подзаголовкам попрыгали И сразу за что-то взгляд зацепился Если бы вот этого не было, а были просто текстовки, их бы не читали Нет, мы текстовки не читаем, потому что мы все заняты колбасой И нам некогда, видишь, нам некогда три клика сделать, чтобы навести порядок Чтобы на сайте потом все было типографировано Некогда нам этим заниматься Прям вообще А что это отступы такие? Ну а вот по линеечке никак поставить А здесь такие отступы, там такие Здесь вон какие Ну смотри, какие у тебя разные отступы Видишь, ничего не совпало Ну что у тебя с ксероксом? А тут за компонентом Не просто одиночный текст, а разные стили внутри одного текста Надо делать вот это текстовый слой и вот это текстовый слой Потому что это разные стили Делать абзац какой-то, потому что это не строки, а это уже абзацы идут Тут вот должен быть побольше отступ А вокруг делаем автолойяут Не компонент, если этот текст не повторяется больше То есть не надо его куда-то там копировать на какие-то страницы То вот это не надо компонентить Не вставляй себе палку в колеса с этим фиолетовым Просто ради фиолетового, не надо И тогда в мемасы ты не попадешь Вот какая ты занятая жопка Некогда тебе три клика сделать Навести порядок в текстах Учись находить время Три клика Ну три клика сделать Три клика Хлебные крошки Это часть заголовка А раз вот эта вот часть заголовка То есть вот этим вот названием Мы показываем, где мы вот здесь вот находимся Видишь, главная страница каталог Потом обувь Тут еще, наверное, мужчинам Потом обувь Потом Nike какой-то бренд И вот вместо этого мы ставим название страницы То есть мы показываем вот эту вот структуру А так у тебя разлетелось Все как будто бы вот этот блочок относится к хедеру Видишь, он туда ближе, чем к своему же заголовку Поэтому вот этот подступ должен быть меньше, чем вот этот Мы визуально показываем, что к чему относится Тут что-то табличка какая-то Ну такая себе Ничего не настроил, не отодвинул Тут вот тоже ВВС вломалось Видишь, у тебя иконки Это один набор Набор социальных каких-то иконок А потом у тебя есть телефон И не пиши никогда нули Не пиши вот этого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Нет, напиши сюда какой-нибудь другой номер телефона Ты потратишь ровно столько же силочек Столько же кликов сделаешь Чтобы вставить сюда телефон Который будет похож на реальный Когда ты вставляешь вот эти нули Ты показываешь Это временный макет Это просто какой-то фейк А если у тебя в портфолио будут как минимум циферки Уже не будет вот этого ощущения Что это недоделанная работа Тут, конечно, прям каша какая-то Очень-очень большая каша Разделять бы это все надо было бы Вот тут что-то начал разделять фонами и заголовками А дальше что-то у тебя не хватило Заголовков И, пожалуйста, никогда Никогда-никогда не делай одиночные тексты в компонентах Никогда Вот видишь, я тебе здесь в компоненте черточку нарисовал Подчеркнул предлог Уже появилась какая-то конструкция Вот конструкцию можно компонентить Если она повторяется Два и более раза мы делаем в компоненты Чтобы вечером поиграть в PlayStation Это ж фраза великих людей Хе-хе И ксерокс Настраивай ксерокс Если у тебя большой объем текста Это прям, ну, очень большой Две-три строки Это под заголовок Там можно по центру оставить А если вот такой вот большой объем текста И это не приглашение на свадьбу Не надо Не пиши по центру Выравнивай текст по левому краю И будет тебе счастье А тут что не попал Ну мог бы уже дотянуть Ну Ну мазила Полезно было Поддержите Не стесняйтесь Спасибо каждому Кто находит время Написать коммент Скоро увидимся Услышимся Главное помните Цените момент И компонент Филхок Мои ребята Мы не будем смотреть эти огрызки Ну сколько можно Чего вы их присылаете Сайты 1920 Мониторы 1920 Вы делаете вот эти вот огрызки Ну чё-чё-чё вообще Ну как это Почему Ну Ха-ха-ха-ха Не показалось Сколько Сколько Домашек Прилетело Вы что Все на одну Маршрутку Ха-ха-ха А это ж Мне проверять Всё это